Игр до этого, просто какая-то тьма, и, конечно, выйти в топ-8 самых сильных команд, это уже награда и честь большая. Банница Doom, банница Олгермак, не прошлись, по сути, больше по пушерам, ребята с Вингвин в банах, ну, не прошлись, да ладно. Ну и ждем третий пик. От команды. Пингвинс, Брюмастер, пандушка, которая уже не залетала, не знаю, но игр 10, на моих стримах так точно, брюшку-то забывают, а брюшка-то, по сути, как и был сильным, так и остался, и вот сейчас мне нравится пик Пингвинс, вот просто идеальный, по-моему. Расклад, Скай, Брю, Войт, ну, по-моему, прекрасные персонажи-то. Вот Рейзер Пуган, и это вот прокнет, не прокнет, понимаете, в чем вся соль данного пика. Вот может не прокнуть. А вот если прокнет, то... То это уже совсем другая история, совсем другая. Берется Винга. Ну, очень рискует, очень рискует в Умбетс. Наш любимый Маден у нас на пиках, и он все решает. Арк у команды Пингвинс. Есть Брю, и Скай, есть Войт, нужно взять какого-то... Какого-то уфлейнера, и еще саппорта добрать. Ну, под Скаймага, Апаришн, Апаришн под купол идеально. Может быть, Вич Доктор. ВД-то не забанили, ВД тоже со Станчиком, с Маледиктом. Та же Пуган, та же Винга будет проседать моментально. В общем, у Пингвинов-то очень много вариантов в пике. У них есть Early Game, у них есть Mid Game, даже с тремя героями, понимаете? Я не говорю там про остальных. На оффлейн здесь какой-нибудь Кентавр, и все, по-моему, это уже ГГ, надо ливать. Честно, по-моему, там все вообще будет схвачено. Ну, а вопрос возьмут или нет, это уже, опять же, немножко... Другой вопрос. Ну что, четвертый пик, ребят, 50 секунд остается. Давайте игру по-быстрому. Завтра рабочий день, как и вчера, как и послезавтра. Ой-ой-ой, рабочие дни. Как же я вас люблю. Напоминаю, ребят, что у нас вообще какой-то невероятный график насчет стримов. Там очень много матчей. Очень много матчей из Аматорки, много матчей из Про-серии. И финал у нас будут очень скоро, если не ошибаюсь. У нас финал уже намечается. Аж 24-го числа Про-серии. 21-го мы будем стримить с Колдом. Финал 7-й серии. Ну и также... На полуфинала 7-й серии мы заглянем... А точнее, именно я. Так что, заглядывайте на 4-й, 8-й и 7-й каналы. Там вот все и будет. А финал про-серии будет аж на первом канале. Вот так вот. Так, ну что, берется Вич-доктор, про которого я говорил. Да, тут очевидный пик. Бумбетс отвечает визажом. Ой-ой-ой. Просто все в пуш. Понятно, визаж там не только пушер, но и обладает крутыми обилками. Но птички-то любят пушить. И остается какой-то оффлейнер для команды Бумбетс. Забанили Тайтхантера, ребят. А это будет Веномансер. Вот посмотрите, сейчас это будет Веномансер. Если что, и брать. Если что, и будет как-то стоять против этих парней, то Веномансер. И как-то он будет проявлять. Потому что Скаймаг тонкий, Вич-доктор тонкий. Войт без таймволка сейчас играет. Тоже будет тонкий. И вот только если Веномансер что-то да предъявит. Потому что пику пингвинс прекрасный. Все у них есть. Есть инициация. Есть, опять же, все. Вид гейм, и фьюрт гейм, и мид гейм, и лейт гейм. Все есть. Исаквин, привет тебе тоже. Как я знаю, ты часто комментировал 7 матчей. Можешь что-нибудь расскажешь о командах подробнее. Вумбетс, спейс и пингвинс. Я обязательно это зачитаю. Если какая-то интересная инфа есть. Ну и последний бан. Минутка остается вумбетсов. Нужно забанить кентавра. По мне так. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Возможно, ошибаюсь. Почему кентавра-то не берут, не совсем понимаю. Кстати, в бане легион командер для вумбетсов. Тоже неплохой-то персонажик. А вот сюда будет легионерша. Но вот вопрос. Заедет ли она здесь? Там в Twitch доктор будет газ к языке. Это Бримастер доспила. Sky Mac, Mystic Flare туда пропишет. Ой, ну вот. Это я уже назвал. Что-то продолжать. Продолжать-то уже не нужно. И так понятно, что достаточно печальная штука. Ну что, 20 секунд, ребят. Поспешите-то, поспешите. Сегодня удивительно, но все идет ровненько по графикам. Мы не отстаем. Мы не спешим. Вот ровненько. 0-0. Мы начинаем матч. Это прекрасно. Это прекрасно. Когда не нужно ждать. Нужно сидеть за музыкой. 100 минут. А мы просто начали. И смотрим доту бесконечно. Напоминаю, что это последний матч сегодняшний. И команда, которая сейчас проиграет, вылетает из плей-офф 7 серии. Она остается в 7 серии. Но из плей-офф вылетает. Банится гирокоптер. Ого! Ого! А почему гирокоптер-то? А вам вайда и бревастера не хватало? Тут Мирана берется. Мирана. Мирана на сложную или на легкую. Ну, в любом случае, соло-герой. Хотя, возможно, и вайда поставит. Но мне кажется, лучше все же поставить там. Мирану. Легкую. А, пусть фармит себе спокойно. Пусть возьмет там какой-нибудь момчик. Майлд Штром. Ну и дальше начинает рассказывать. Ребята, что такое дота. И почему пик пуган и видишь вас перед визажа и рейзер. А не самый лучший вариант против вот такой вот бригады. Вот реально какая-то бригада опасная. Смотришь и становится немножко страшно даже. Честное слово. Берется Бристол. На ласпике. Бристол Бэк. Бристол Бэк у нас фармящий. Ого! Ого-го! Просто удивляют ребята пиками в очередной раз. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Достаточно, опять же, интересное решение. Но вот повезет, аль нет. Это мы уже посмотрим позднее. Ну что, разбирают ребята героев. Остается у нас Скаймаг. Не тронутый. Надеюсь, там в чатике пусто. Да, в чатике пусто. Рамочку мы убрали. Ну и еще раз приветствую всех в чате. Всем доброй ночи. Да, ребят. На правах рекламы напомню, что для меня будет просто самый лучший в мире буст. Лучше любых денег. Если вы подпишетесь на мой паблик ВКонтакте, поддержите меня как стримера. Я вот просто вас зацелую. Приеду, лично вам подарю автограф Дэнди и кого хотите. Честно-честно. В общем, vk.com slash lexdota2. Вводите ник, который вверху. Lex. Дописываете дота. И ставите циферку 2. Вот как-то так. Так, ну что у нас? Ark играет на Брю. Ramzes 666 на Вайде. 4500 плеер на Миране. One Slow Man на Sky. The Corus на Witch Doctor. Команда Виз. Так, я с никами... А, да, все нормально. Gilville на Bristol Back. Тот там на Винге. Moden. Moden. Мне может как-то интонация, я не знаю. Ладно, все. Мы сольем одно и то же. Moden на Razor. Zer на Визаже. И Дженечек на Пуганье. Дженечек у нас медовый. Ну, посмотрим. Посмотрим, что выйдет. Так, мне тут написали, я смотрю. Насчет. Как раз таки. Команд. Пингвины показывали красоту на протяжении четвертого раунда, в котором я на них перескочил. У них инвокер сильный. Но вот, кстати, инвокера-то мы не видели никакой. Ни в банах, ни в пиках. Что-то вот не захотели брать. Ммм, инвокер. Хорошо. Виз участники первого крупнейшего турнира в России среди нон-про команд, которые будут проходить в Казани. Аквалы проходят в семи городах России, а с ними будет бороться Клифф. Ну, окей. Ну, как бы я много слышал команды, типа, знаете, BBC мы смотрели, которые, не знаю, про сейси ставили в топ-1, а потом у меня на стриме в 33 пикает Пуджай начинает веселиться. Так что, да, там, возможно, ребята, достижение. Но вот мы смотрим игру, и... Я вот не знаю. То есть, есть какие-то все же сомнения насчет скилла. Все же что-то... Что-то как-то не до конца идет. Ну, да, типа... Визы крутые чуваки. Ну, да, тут я вот на того же Юл Вилла смотрел, и он скилл показывал вроде. И в первую игру, и в вторую. Там видно было, что очень крутые мувы были. Но... Но... Тут, как бы... Никаких... Уже не будет его одолжений. Типа, да я тут еду на какие-то там ланы. Не-не-не, вот у нас один-один счет. И кто победит, тот проходит. Кто не победит, тот. До свидания. К сожалению, вы остаетесь на следующий сезон. Конечно, там есть фаскап. И сегодня проходил у нас юбилейный 6000 фаскап. Кстати, как раз таки давался слот старк квалификации. Кто там победил, интересно. Мне кажется, кто-то из Пу-серии. Кто-то там зашел тихонечко и всех порвал. Нельзя так делать, ребята. Так нечестно. Я вообще запретил бы вот только из Аматорки приходили бы на квалифт-стар-серии. Вот это было бы прикольно. Представьте, а мы в Аматорке... Из Аматорки ребята приходят, там в стар-серии команда под названием там Миша-223 плюс там, не знаю, Крип-Палочка. Я не знаю, но... Это было бы забавно. То есть какие-то названия... Вейс... Как-то скучно. Надо что-то такое, что мы привыкли видеть на фаскапчиках. Были времена... Так лагает. Ребят, ну ладно, все, мы тут договорились. Я уже посмотрел все что угодно, но почему-то ничего не огласил. Брю у нас против Пугны и Миду. Здесь у нас стоят два саппорта, готовы ходить на Мирану. Мирана пока ничего не прокачивала, поэтому липнется. До свидания. Словить ее сложно. Так что это глупо. Миран стоит одна. Тут еще подскачивается Скаймак. Газки. Ой-ой-ой. Выход-то у нас на рейсер. Тут саппорты не успевают. Дайте проблемы. Мэдден, Мадден, Мадден. До свидания. Дальше идут ребята. Вичдоктор бьет очень сильно. Правда, килом он большой, но Вичдоктор ловит Солус Амшн. Вичдоктор тысячечку бы ему. И минус. Зер. Зер. Но Солус Амшн не хватает маны. Совсем немножко бы. Но надо идти до конца. Сейчас она появится. Это мана стрела. Конкасив. Но Солус Амшн есть. Солус Амшн есть. Вот он есть. Надо давать. Солус Амшн полетел. Минус. Мирана. Дабл килл от Зера. Вот эти визажи. Они такие же визажи. Они просто делают там дабл киллы. Потом у него будет 5-0. Ну вот визаж. Крайне крутой герой. Именно что в early game. Но очень много дэмэджа за Солус Амшн дает. Здесь у нас на ботами. Войд против Бристалбека. Войду стоять будет очень сложно. Два крипочка против восьми. Рамзе здесь страдает. Ну вот. Мы видим, понимаете, снова игра, которая была прошлая. Там Спектра стояла вот здесь. А потом вы видели, что произошло. Спектра проиграла игру. Здесь сейчас Бристалбека начинает выфармливать Адова. И не то, что начинает выфармливать Адова. Здесь не фармит Рамзес. Да, хотя 5 крипов уже немножко наверстывает. Два раза всего отстает. Но в любом случае преимущество есть. И Бристалбек будет становиться это сильнее. Спрей-то больше и больше. Поэтому, конечно, будет быть поосторожнее. Здесь у нас Кэмак отлетает. Здесь какой-то замес идет Адовый. Что происходит, ребят? Вы решили все-таки убивать? Трила, пятисекундочка, залетает зеро. Ну и без шансов. Просто, смотрите, раз, даблкил. На тебе от саппорта еще даблкил. Ой, красота, ребят. Я вот прямо сейчас встану. Вот я встаю и говорю спасибо за такую игру. Смотреть, когда постоянное убийство. 4-3 у нас. 2-33 на часах. Посмотрите. Жесть. Рамзес, а проблема? Рамзес таймволк есть. Ну, юбилет, тут не убежник какой. Рамзес, Рамзес, стики прожимают. Башек проходит. Ой, 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 Рамзес. Пичка всего остается. Та спрей. Ну, ман, нет. Ман, вот хватает. Та идти не успевает. Целых три стака висела, но добить не удалось. Не удалось. Доги выживает. Рамзес, ну, понятно. Он здесь понял, что есть таймволки и стики. Поэтому не боялся. Потому что что-то случится. А вдруг бы саппорт какой-то вышел, а? Вот так вот неожиданно. Бац. И лови. Доги рейзер стоит один. Там где-то саппорта очень далеко. Выходит. Ловить сложно, конечно, тут. Ну, Вич-доктор, ты вообще герой, про которого можно писать легенды. Не знаю, там, басни. Потому что крайне силен. Солк-кэчер. Ну, вот, плазмопил хороший по-троим. Отлично. Слово сам, что проблема Вич-доктор, Вич-доктор отлетает. Начинает рейзер высасывать. Ну, там, понимаю, достигнут на первоуровне, да. Поэтому высасал всего 35 дэмэджа. Ну, отправил там Маден, таверну Вич-доктора. Это приятно. Второй фраг. Ну, и пугнуть здесь. Добивается своего. Бримастер отлетает. Клэпл там, ну, там Бласт. Там еще и вешался Гост. И Брю, он, конечно, толстоват. Но не против таких-то тычек. Там очень-очень больно. Видимо, дотыкал женечек до конца. Какая же агрессивная дота. 4-5. Четвертая минута. Уже 9 фрагов мы увидели. Я не успеваю прямо следить за всем. Еще хочется поболтать немножко. Знаете, я уже привык, когда там начинается игра. Можно поболтать. Можно там пофилософствовать. Пооскорблять команды. Я, конечно, шучу. Но просто указать на минусы команд, на плюсы. Пока, по сути, можно сказать, что пики равны. И игра будет ровная. Не знаю, будет ли он там идти 60 минут или нет. Женечек забирает руну. Войт остается ни с чем. Такой куан-куан-куан. Вынужден уйти, да. Еще понимает, что если бы сейчас таймволк взял не туда, мог бы отлететь от присталбека. Плюс пугну. Там бы быстренько бы рассказали, кто здесь прав, а кто нет. Ну что, идет рейдер. Плазмафилд. Визаж. Хорошо. Очень много высасывает модем. Там еще буквально тычечку бы на стрелок попадает. Хорошая. Там, по-моему, 4 секунды. В итоге похарасит друга, но выжили. Ой-ой-ой. Проблема. Арк очень больно. Начинает сосать пуган. Немножко не досасывает. Но надо сосать-то получше. Нам здесь. Делай таймволк. Таймволк-то очень маленький. Идет дальше. Гилвилл. Стики. Есть стики на кулдауне до конца. Ой, гилвилл. Это проблема. Гилвилл. Там стики могут сейчас прожат. Гилвилл. Проблема. Прославится. Вот эта вот жадность. Она губит всех, к сожалению. Ну, не то, что жадность. Мне тоже казалось, что сейчас там спокойно гилвилл добьет. Но не добил. Не добил. 5-5. По бабкам там. Подарил немного, но подарил. Войду. По крайней мере, опыта много. Кстати, вот купил себе бетов. Левкин. А, там можно, по-моему, ПТ сделать из них. Да-да-да. Так что все нормально. Вот так ПТ делает. Есть такие ребята, которые прям ультра. Модные. Ультра. Крутые. Ты не имеешь права. Так. Так, все, тут вроде больше ничего, ничего, ничего не было. А тут Войт пришел. Через купол убил на нас Бриселбека. Видимо, снова Бриселбека не хватило, как мы видим, совсем немножко. Но вот как-то так. Все, ребята. Я тут просто чат и чат. У нас у него очень активный чат. И пока дослежу за всем, вот и фраги начинаю пропускать. 6-5. В итоге-то Войт делает фраги. Ой, Войт, кому-кому, а иду фраги давать нельзя. Войт же потом будет убивать. Купил себе Ring of Hells. Купил себе Ring of Regen. Что это? Что это? Что это? И танго еще себе идет. Ой, ой, ой. Что ты меня пугаешь-то? Курьер там сейчас еще потухнет. Крипов обычных. Просел-то на 75 хп, немного, не мало. Ну и Бриселбека, который, кажется, танк крутой. Убивает всех. А его убить сложно. У него-то 0-2. Не все так круто. Пуганый у нас. Убил это один раз. Бриселбека, что уронил на него, напротив седьмого. Не все, конечно, критично, но пока что по графикам тоже должно быть равенство. 2-0, 0-0 нарисовано, 0-0 там и там. Потому что вот мид здесь у команды Биннера слабее. Коррех Майнкерри посильнее. Рамзес пока отыгрывает тут воин неплохо. На топе там Мирана тоже вроде фармит. Хотя 14 крипов всего, я думал, побольше будет. Рейзер 27. Ну, у него 14 денаев, в общем, фишка. Очень много денаев. Выход на Бристола. Есть Вич-доктор. Убить Бристола сложно, там еще Вич-доктор сам отвалится. Понимаете? Хотя купол через 20 секунд вот с куполом. С куполом, с куполом может быть и... Получи-то. Гилл бил по голове и поедет в таверну. Здесь у нас проблемы. Скаймага, конкассив шот. Да, здесь не успевает. И через Солос Амшин добивает. Спокойно. Ну что, купол есть через 4 секунды. Там... А как это даже если купол? А хорошо. Башики проходят. А купол-то тыкается. И ждет Вич-доктора до конца. Вич-доктор-то надо уже давать стан. Вот он получал стан. Ну и Гилл Вилл. Вот так. Вот так добивают. Без каких-то там моледиктов. Просто гаски. Просто гаски. Просто башки. И Бристалл Бека спина на первом уровне. Все понятно, да. Там спина-то по сути не чувствуется. А брони-то мало. Ну против-то двоих таких персонажей. Конечно, брони нормально, но если ты просто стоишь на лейне. А когда тебя фокусят, то... Наверное, и два сброни будут мало. Сложно стоять, если у нас арку. Хотя 40 крипов имеет против 30, но... Ну так вот, понимаете? Право сплит не будет. Там еще Незервар стоял. Просто, конечно, жарячо круто отыгрывает. Чувствует игру. Ну и, видимо, знает, кто такой герой. Это пугно. Купил себе уже почти не казано. Остается приобрести рецепт, как я понимаю. Да, рецепт еще и на Мекку нету. Мирана. Ходит, ищет. Крипочков. Где ж мои крипы-то? Отдайте. А крипов-то все нет, да нет. Да я знаю, что... Семи-серия, а худ про-серия мне тупо не дали. Просто худ семи-серия и... Пришлось про-уставить. Я думаю, это уже не так сильно повлияет на игру. Так, Бристол. ПТ пытается себе взять, наконец. Немножко подлоще стать. Ну а... Пока что Брюна стоит Соло. Пытается фармить себе. Блингдагер. Так, здесь у нас, смотрю на топ. Стан. Мирана. Проблемы липа нету. Убивают. Пошел. Соло-самшен. Скаймага также проблема. Скаймага должен отвалиться. Есть, правда, стики у него. Стики пока не прожимает до последнего. И не прожал вообще. Может, забыл? Может быть. Гаски. Гаски не самая удачная проблема. Теперь у Вич-доктора. Соло-самшен очень больно. ВД. ВД. Подхиливается там через Хелен. Пошли телепорты. Ой, сколько телепортов. Да, прилетает Скаймаг. Есть Конкассив. Есть Эйджерсил. Здесь Вич-доктор прячется. Купол. Нету, ман. Не хватает стрела. Попадает. Да ладно. Минус Бристолбэк. Как же повезло сейчас. Спасает ВД. Проблемы здесь могут быть с Каймагом. Нет, приходят уже тиммейты. Теперь Венгадут отлетает в таверну. В итоге. Просто. Какие-то качели. Только было 7-7. Теперь 9-9. Вот так вот меняется фрагами. По чуть-чуть, ребята. Но здесь как бы Войт. 2-0-2. Купил себе маску. Сейчас спрячет в эту маску. Еще и рецепт докупит. Будет такой красненький бегать. И от ярости бить. Уж больно как сильно. Пошел право спит в этот раз. Но вот такой, понимаете, защитный. Здесь визаж стоит. В этих булыжных не страшно вообще. Там еще пласты. Сейчас если панк спокойно себе не очень хватит. Это прибет, понимаете? Так, булыжник у нас есть. Буллыжник кидается в этот раз визажа. Так. Там мало ТХП у Бримастера. В общем, проблема. И Брю стоит до конца. Брю проблем. Блодовец станет. Умирает. Вентаггер, правда, купил. Там на топе. Через купол, да? Убили. У нас Бристал Бэк. Снова проблема у Рейдера. Рейдер, правда, высасывает много демэджа. Моден. Моден высасывает до конца. Ну, Мирана там у нас демэджа до сих пор. Мираночка. Старшторм. Ну, и башки там прокуют. Даже. Когда у тебя демэджа нету. Вообще. А башки прокуют. В итоге 11-11. Ох. 7-7, 9-9, 11-11. Что дальше? Я не знаю. 13-13, 15-15. Так, будем до конца игры играть. Следующий тур. По-моему, да. Завтра, ребят. Так, пытаются улететь. Ребята ставят женечек на Зервуард. Добивает его. Но уже главное, что выжили. Да, завтра будет тур. Но будет там, по-моему, сидеть у нас Колтон и я. Я завтра буду на Про-серии. Вот. Там, на самом деле, расписание просто адовое. Очень много турниров. Нам нужно провести финалы АМ, АМ Джуниор, Семи и Про. И все это плей-офф, и все это просто адовое количество матчей. Поэтому смотрите обязательно. Дота будет постоянно, начиная с 6 по Москве, каждый день. На Стреладер 7, Стреладер 8, ну и Стреладер 4. Еще. Также будет включен список этот. 11-11. Рейзер с барабанами, ПТ, Мэджик Вен, 2 телепорта. Пока без ультимейта играет. Ну и пластмана по сильному уровню прокачки. Бьет больно. Тут мой лайтик. Бегают ребята по вардам. Они сами это не подозревают ни капельки. Ну а Bristol Back, походу, тоже не шарит. Bristol. Там есть Дезвард. Дезвард. Стрела. Ну, добить-то главное надо. Обидно, если не добьете, не хватает совсем немножко дэмэджа. Спина. Стиков нет. Тычка остается буквально. Минус Bristol. Там Брю добивают, правда. Убивают снова через вот этот весь прокаст. Ну и 12-12. Я уже не знаю. Мне уже достало эту тему шутить. Но по графику на 500 голды всего команда весь ведет. По опыту пингвины 750. Очень ровно играет. Вот реально. Вот сейчас видно, что команды равненькие такие. И никто не будет давать там спокойно игру. Все будут играть до последнего. Там час, два, сколько хотите. Мы будем играть. И победит кто-то один. Очень проблема. Конечно, хочется отдать победу этим другим. Но тогда... И турниры тогда невозможны. Когда все будут побеждать. Если кто-то побеждает, значит кто-то и проигрывает. Иначе никак. Так. Ну что, Войд у нас с Куполом. Войд с Момом. Ну, правда, все команды-то подтягиваются. Ну и Брю рядом. Мом. Купол не ставится. Купол, купол. До конца ждет. Купол. И самый-то крутой. Свапают. Войда и Боит понимает, что что там стрелял. Прямо сплит пошел. Визаж. Проблемы. Булыжник там вставил. Ничего страшного. Улетает. Прямо самим писал Бристалбэк. Визаж до конца живет. Визаж горит. Но Панда-то одна-то отвалится сейчас. Да, Бристалбэк снова вернулся. Бристалбэк готова воевать. И нужно к Минвинам уходить. У них проблемы здесь. Панда. Пошел Булыжник. Птички отлично-то садятся. Но успевает делать ТП от Арк. Буквально секундочка бы и все. Так, стрела там попала? Нет? Да, попала стрела. Пятисекундочка там. Пугну. Но бить не удастся. Да, там Пугну еще начнет сосать. И все, что хочешь. Идет. Гилвилл до конца. Но там... Не Брю и Войт. Ну вот сейчас не пошло. Войт и Паут. Пошел на топ. Рейзер. Пойнт Бустер купил. Рейзер будет у нас с Агонимом. Мы лают. Пытается Брюмастера. Сайвить там Брюмастер. Таходит ровненько под вардами. И Брю у нас отваливается. Да. Сейчас Каймаг. Понимаешь, что-то его видят. Что-то здесь не то. Бристал до конца. Прям напугал. С Каймагом. Он реально думал, что его там видят. Просто у Бристалла-то Ямана не хватало. Потом почти нули. Виз пытается вырваться вперед. За счет того, что вот войдут там. Сейчас жизнь испортили. Купол никуда ушел. Там свапы. Ну вот в Лейте, наверное, все же пеньгины будут посильнее. Хотя тут пугно. Пугно. Может какие-то не крыши сейчас заверят себя. Почему нет? Может быть просто какой-то БКБ. Пока сложно сказать, что это будет конкретно. Надеюсь, Мирона. Улетел на последней секунде. Там чуть не заметил вот этого Тарава. Ребята, которые готовы станеть и убивать. Там птички Сауры. Нормально так бьют. А, плюс 20 урона. Ну да. Тойота всего там 2 дэмэджа по логике. Проверять ли, если кто-то здесь. Никого здесь нет. Пушить можно. Ну и на топе делать, ребята, аналогично. Купол есть. Телепорт есть. Полетят ли? Нет. Никто никуда уже не полетит. Бристалл у нас в лесу. Бристалл Брейсер, БТ, Базила. Что будет фармить дальше? Может быть, какой-то Кримсон Гард. Не знаю. Единственное, я иду. Также пытаются ребята пушить. Просто 2 лейна. Здесь у нас был гост крипа. Крип прям офигел. Первый случай, когда крипа повесили гост. Так, чатик, чатик, чатик. Тут вроде ничего такого. Так, рун у нас Брю в NWZ бегает. Ворды наконец упали. Медальон у Венги. Ну и что? Там на топе купол стоит. Бристалл Бек. Дезвард пошел. Бьет больно. Дезвард. Дезвард. Зачем-то сбил. Сам себе бичдокер от Дезвард. Свап. Проблема войны. Бой тут дает просто стрик Рейзер. Рейзер доволен. Теп-аут просто сделать вонслово не получается. Птички сбывают. Телепорт. В итоге минус 2. Бристалл Бек теперь бывает сложно. Там уже сперва на третьем уровне. В общем, беда. Барабанщики скоро будут у Бристала. Зачем, правда, вторая пачка, не совсем понимаю. Но Рейзер... Да, гонимо. 900 голоды. Тут Брю через... Время сплит все же эту пугу надобил. Наконец-то надоедливое. Но... Че дальше? Бристалл. Наход. Рейзер в небесах. Брю. Теп-аут. ПТТ. Блинк-аут дело. Теп-аут. Телепортов просто нету. Но уходит, ребята. 17-ая минута пошла. По графикам 2000. Ну и по опыту уже 800 за командой Виз. Да, все сложнее и сложнее воевать за Бристалл Беком. А Бристалл Бека, например, все же у нас, типа... Типа был героем на сложный. И он там левел имеет неплохой. У Рейзера у нас уже до Аганима всего 500 голды. И вот начнется пуш. Потенциал просто невероятный. С пугной, с Рейзером под Аганимом. И там, конечно, табра будут падать очень быстро. Хотя вот сейчас стоит очень много творов. Только два упало. И это шанс реально получить очень много бабок. Ну что, ребята идут на Рошана. Да, там есть медальон. Почему бы его не забрать? Винка кричит. Ну и будет пытаться дотыкать от Рошанчика. Почему нет? Почему нет? Потом там Мирана. Стрела пошла. Стрела попадает в Бристол. Там сейчас Бристол отвалится. Серьезно. Ой-ой-ой. Бристол, Бристол, Бристол. Тычку. Ах, еще если Бристол от Рошана бы погиб. Ой. Женечка спас своего тиммейта. Немножко пососал. Стрела. В иллюзию. Тауар-то тыкать не получится. Ну и сейчас пойдет ответка. Да. Кто там собрал с Айкс Рейзер? Балайгис. Рейзер с Аганимом. Нужно его отдавить сейчас. Там буквально 25 голды. Это, конечно, не деньги. Хотя и погибнуть будет тоже печально. Ну и что? Тут вроде бой. Тут вроде Вич-Доктор. Ну вот, не знаю. Как-то не чувствуется, что... Все получится у ребят. Очень сложно. Потому что там Бристол. А вот Бристол фокусить не стоит. А его почему-то фокусят каждый раз. Ну... Достаточно все же спорное решение. На бот мы у нас. Брю. С блинком. С ботинком обычным. Надо какой-то поинт-бустер купить. Потому что с монополом пида. Ну, здесь Моуганг. Идет пугно во главе. Пытается, конечно. Пустить венгу вперед. Венга там с Астаном. Ну и находят. С доктор-Вичек, который здесь уходит. Паверну получает еще. Медальон. И отправляются отдыхать. Боит убегает. Через таймвол. Хотя купол имеется. Ну... Боятся, ребята. Реально страшно. Это что-то... Ребята, вы во что-то играетесь. Понять не могу. И игра. По буквам называем. Ну, давайте. Венга. Ладно. Ну что? Надо пушить. Висом понимает. Прекрасно. Все для этого имеется. Рейзер с Аганимом. Рейзер с Аегисом. Рейзер со вторым ультимейтом. И это будет заход не только на один тавор, но и на Т2. Хотя, смотрите. Тут на Медуто что творится? На Медуто что творится? Отворится вот такая вот фигня. Вынуждена дефить. Тут воет под ДД. Под бомом. Под Майлстромом. Будет очень больно. И ребята вынуждены развернуться. Но вот так вот. Планы сорвались. Хотя, как я понял, собирались пушить до конца. Но вынуждены лететь. Вынуждены отпушивать. Тушью тавор пришлось донать. Ну, по бабкам это все, опять же, сильно не отыгрывает. Потому что тавра заденаены. Второй тавр уже заденаен. Это все намного меньше денег, чем могло бы быть. Ой, ребят, что вы тут в чате творите просто? Я читаю, не понимаю, что происходит. Надо засесть на минут 10 потом после игры. Буду читать и... Догадываться. Ну, Брюн у нас Владимирс Оферинг купил. Лоу. Ну, такой вот Брюн. Типа, все для тиммейтов. На Уттерейзер пришел. Вот она пугна. Ставит вард. Начинает бластить. Прожимается глиф. Стрела. Хорошо, 5 секундочка-то залетает. Надо врываться. Вичдогер. Пошли газки. Мистик флэр. Очень больно. Рейзеру там свап. Хорошо. Рейзер еще не забывается Саегисом. Ультимейт там еще действует много очень времени. Мулайт прожимает, ребята. Там сейчас варда этот скаймак рассыпется. Просто мы выждем отойти. Где наш войд? Войд, войд, войд. Тут он. И войд готов прыгать, но вард нужно убить. Вард, он там ману сжигает адова. Ультимейт проюзан просто вот так вот отдефится. Но это получилось. Это получилось. Снова вис возвращается назад. Снова там что-то фармить начинают. Ну и по айтемам что-то тупоит. Пошел в БКБ. Пуган. А также Блокенбар. Визаж в аганим. Рейзер пока не знает, что будет покупать. Вичдоктор купил себе перчатку. Ого. Но это ПТ. Я думал, это какой-то мид. Сейчас уже думал. Ну нифига. Мирана Яша. Барабанчики. Скаймак, Нуталисман, Стики. Времастер, Владимир Соферин, Блинк Дайгер, Стики, Боттл. Ну и на этом, как я понял, все. Да, это будет Кримсон Гард. Пока что Монгард приобретается. Рейзер. Рейзер. Походу, решила Айгис на халяву отдать. Рейзер. Ну и... Пока-пока. Хотя нет, Рейзер-то живет до конца. Тут смотрите, что творится так. Купол не ставится. Там Дезвард. Выберите же Айгис. На лоу хп. Воид. Воид. Купол. Минус венга. За ты. Ну вы поняли. Ну да. Тут конечно же Рамзес убил эту Фингу. Конечно, конечно. Но Мирану свое поставил. Поставил своего Фармилу. Какой же ты, Рамзес, плохой человек-то. Ну зачем? А просто сейчас Мирану, мне кажется, в скайпе у них хейтит. Ну ты даешь. Я ливаю все. Я продаю все свайты, покупаю 100 курьеров и начинаю фидонить. Как-то иначе-то. Я тебя понял, Исак. Я понял, что фаскап еще идет очень долго. Еще одна восьмая финала и на два дня растянули. Я понял. А то я, наверное, пока не скажу, ты не отстанешь. Ну, как сказали, две команды. То есть про серии, из фаскапа, там выебили. Вот тебе про серия. Чуваки с аматорки пришли после школы. И на тебе привет про серия, контракты. Время, до свидания. Надыхайте. Аматорка рулит. Так, ну пока тут Войт бегает. Можно даже мышкой не управлять, наслаждаться игрой. Хогтят на ботами. Я смотрю, какой-то экшен. Тут у нас Винга. Все это движуха видела. Да и варды тут стоят. Кстати, все нарочно не девардится. Вот это тоже фишка, типа, не девардить. Ну, нет, все же подошли. И Рейзер начинает тыкать активно. Ни разу не миссанул. Куда-то царь. Ну, Рейзер, Окр Клаб. Будет это по всей новости Блокер Бар. Хотя, возможно, что-то и другое. Ну, а что еще? Хелл Барт, ну фиг знает. Ой-ой-ой, Войт, да. Тут со всех сторон. Войт с Куполом. Ой, как же больно. Так, Купол поставит, умрешь. Самое смешное, понимаете? Ставит Купол, умирает. Ну, и там все же дососали. Пуган еще с хостой была. Понимал, что поставит Купол, Барт обьет. Вот это, конечно, не задача. Людминус Войт. Ставится пауза. От Скай Мага. А что такое-то, Скай? Ой-ой, чат просто адовый. Ребят, спасибо, что веселите. А то я тут... Игра, на самом деле, не очень веселая, в отличие от предыдущих. Хотя, вот, начало казалось, что прям вообще экшен-экшен, а потом как-то успокоилась. Потом как-то успокоилась. Да, тут Го уже пишут. Смотрим дальше. Стоит Винга, стоит Пугна еще на хосте тут бегает. Хостая еще буквально 3 секунды действует. Вот, она пропала. Стрела. Стрела Винга. Чуть не поставилась, но все хорошо. Пугна с Блокенбаром. Ну, вот посмотрим. Потому что Лейн им пропушит. Нужно как-то пушить по бабкам. Там всего 3 косаря, 4 по опыту. По Нетворсам Рейзер Пугна впереди, но... Это, конечно, чувствуется, но не особо. Не особо, потому что Войт почти с Блокенбаром. И вот с Блокенбаром Пугна поймет, что... А сосать-то нечего и некому. Вот в чем проблема. И что Усаса в это останется? А ничего. Бласты не работают. Там Блокенбар очень долгий. Мирана тоже какую-нибудь кабачечку себе купит. Да, Угер Клаб. И вот это будет начинаться война против... Бедного... Бедного-бедного... Женечка. Конечно, для него это очень печально. Для того же Рейзера это печально. Много есть проблем при появлении Блокенбаров. Там этот Бристал Бэк, я вообще забыл, что он в игре. Вот честно. Что-то он там есть. Что-то он там спреит своим... Там... Ну... Окей, как бы он есть в этой игре. Он купил себе Кримсон Гард. Но вот что-то потерял себе, Гилл Вилл. В отличие от предыдущих игр. Потерялся. Здесь Вайда обидит. Вайда. Выход. Купол. Будет ли тыкаться? Ставится купол. Защитный. Убегает. Отсюда Войт. Ну и убегает. Да. Да. Пацан купола. Конечно, теперь его не будет. 90 секунд. Но не страшно. Можно пережить и без него. Ой. Ладно. Так, ну смотрите. На топе пушат активно. Рейзер тут у нас, опять же, с агонимом с ультимейтом. Ну и... Всякие бласты. В итоге ребята же мид отпушивают. Точнее, пропушивают в ответ. Пошли дальше. Пойдут на Т3. И, понимаете, что проблема? Вынуждены... Хотя, по сути, по сути, они-то... Ой-ой-ой. Кримсон Гард. Да, здесь очень сильно Войт. Войт. Проблема Войт. Да, здесь может отвалиться. Остается немножко ХП. Прямо сплит имеется. Арк до последнего ждет. Не хочет прожимать. Просто так мы вынуждены прожать. Прямо сплит. И побежит. Да, в небеса поднимает у нас Рейзера. Булыжник кинул Рислбека. И побежал отсюда поскорее. Вот эта земляная паута. Кстати, 5 секунд всего остается. И могут быть проблемы. Есть булыжник. Булыжник не кидается. Ой-ой-ой-ой-ой. Булыжник пошел в Вингу. Хорошо. Принекратно сделать все сплит. Ну и ТП-аут. Нет, не сижу. Там станчик. Думаю, все же Арк понимал, что собьют телепорт. Но хотя бы я попытался. Скажет тиммейтам. Он попытался. Мастер бы повезло. Представьте, сколько тут крика было бы. И отменяет всех. Ой-ой-ой. Бойт. Проблема. Ой, да. Надо идти. Тут, кстати, уже три птички. Это и ТП-аут. И ТП-аут. Птички успеют ли сесть? Нет, нам вряд ли. Блазмофилд никуда. 1420. По деньгам. Тавис уже 4 косаря ведут. По опыту уже около 5 тысяч. И нужно дальше давить. Хотя мы видели, что они выходят. К ним приходят на мид. Спушивают все. И так дальше, дальше. Вич-доктор. Вот ВТ такой. Такой не мужик. Знаете, настоящий ВТ там сразу. Аганимчик. Сразу. Здесь какие-то дурнов. Мажиквендов. Аганимчик. Скаймаг там мог пособороть фулл-саппортом, кстати. В итоге скаймаг с арканами. Но вот сделали Вич-доктор фулл-саппортом. Зря. По-моему, роль в фулл-саппорте Скаймага лучше, чем для Вич-доктор. Вич-доктор все же тот герой, который актуален до самой окончания игры. За счет своего ультимейта. А с Аганимом этот ультимейт становится таким опасным, что тут приходится и фокусить этого саппорта, и побыстрее его сбривать. Рошан. Появится совсем скоро. Винга. Брю. Брю Клэ. Апоед. Праймал сплита нет на кулдауне. Убить бы. Купо ставится отличным. Вот он. Пошло по КБ. Рамзеса бьют. Ну вот. Ой, хорошо. Дезвар. Как же все делается, но там умирает Рейзер. Рейзер без Аегисона. Напоминает, это уже минус 2. Брю отлетел так же. Там просто Дезвар статяло бил 8 секунд. Мунлайт и уйти. Нормально. Все было. Отличный купол. Ну вот еще дэмэдж чуть побольше. Стрела. Войт. Минус 3. Войт до конца. Войт. Рамзес здесь проблемы. Мегазел и Байбек. Рамзес тут ходит в гости. Бристол. Бристол наваливает. Вот тюкки-всёшки. Добили вот этого войны. Там еще Винга сделала Байбек. Маледикт. Проблема Вич-Доктор. Вич-Доктор отлетает. Даблкил от Бристолбека. Ну вот. Я гнал на Килл Вилла. Что он тут ничего делает? Минус 4 там с Вингой добивают. Ну и минус 4 сделали ребята. Отомстили. Хоть из Байбека это получается размер 4 в 3. Неплохо. По бабкам я думаю сильно не отразится. Давайте посмотрим. Да. Вот по бабкам тут вообще все порфно получается в итоге. Там много БКБ было заюзано. Кримсон Гарды. Ну вот. Рошанчик-то еще придачал. Останется ребятам из ВИС. То есть они выиграли. Они выиграли этот замес. Ой. Я тут реально на чатик так заглядываю. Надо покупать второй монитор наконец. И следить. Да. Все-таки Мидас купил себе Вич-Доктора. Бешеный. Просто бешеный черт. Ну да. Понимают ребята, что в Лайт они сильнее. Ну. Купил бы с этих два косаря себе половину Аганима. Ну что ж вы такие. Так. Ну что по графикам. Да. ВИСы победили. 4500 у них. Ну и по поводу около 6000. 6000. Ну вот. Что делать им дальше. Пушить сложно. Убивать можно. Но тоже там очень много есть. Но. Ну и 30 минута-то. Уже. Пенетворсом. Пенетворсом. Что там у нас? Пенетворсом. Рейзер пуган. Ну как все было. Ничего не изменилось. И дальше Мирана воет. Совсем немножко. Отстают. Совсем немножко. Совсем чуть-чуть. Мирана, Яша, БКБ, Барабаны. Ну вот эти БКБ не сильно чувствуются на самом деле. Потому что там тот же Рейзер он с руки бьет. Ну да. Там понятно. Брис ЛБ пуган. Но Рейзер это Рейзер. То есть у нас Брю. Есть Прайма Сплит. Вот он пытается убивать. Еще Огонимся. Рейзер прожал. Наверное устали просто ребята. Понятно. Может это эти игра идет. Притом игра реально такая. Получается у нас потная. В отличие от двух предыдущих. Здесь у нас заходит Миран. На Бристал. Вот так немножко его погонять. Что повойду. Бой готов прыгать. Убить Пугну. Пугна. Купился ультимативную арбу. Пойдет. Я думаю в Хекс. На Бристал сложно убивать. 2 200 хп. Кримсон Гард. Спина на максимуме. Там вообще уже 17 уровень вовсе. Конечно проблемно. Пристал бы я фармить дальше. Есть Сэнш. Наверное будут выходить в Хелбард. Затыкать там этого Вайда. Эту Миран. Ну там кого. Кого они будут заткнуть. Искору героев. Чтобы не били. Войт улетел. Полетел на топ лейн. Купил себе уже рецепт нам Жалнир. Осталось докупить тебе Гиперстоун. Линга у нас сходит с Аегисом. Теперь пойдет мощный Девард. Ну понятно. Весы имеют преимущество. Надо эти деньги как-то тратить. Нужно их как-то использовать. Особенно саппортом. Которым там сильно ничего не нужно. Вовсе. Так. Ну что ребята пошли по ботам. Из команды ВИС. Их же оппоненты делают. Почти. Такое же действие только на Миду. Но опять для ВИС это невыгодно. Им придется лететь. И снова эти полеты. Это потеря времени. Потому что тут Т3. А там Т2. А вот в чем разница. И Рейзер. И пошел Руфрэшер. Такой парень. Ну а где Вольт? Там бич Доктор идет. А вот и пошли телепорты. Снова разводят на эти телепорты. Хотя допушивают. Успевают да. Допушивают. Ну сейчас да. Сейчас нормально таки вышло. Может даже пойдет там тоже Рейзер дальше. Угу. А вот это вот уже интересно. Рейзер это с Аганимчиком. Вот пошел Аганимчик. Наваливает очень больно. Очень больно. Эта Т2. Ручка Тавар без глифа. Пошли телепорты от Брю. Ой-ой-ой-ой. А что творится-то плюс птицы. Там вынужден прямо спид прожимать. Монлайт. Купол. Войд. Хорошо. Какой же хороший купол. Там Пугна летает в небесах. Мистик Плеер. Рейзер почти развести. Рейзер у нас с Аигиса не имеет. Рейзер с БКБ. Дос Барт не знает, что такое БКБ. Кост. Венге. Стрелать. Минус 2 уже. Тут у нас Пугна снова в небесах. Уже второй раз замес. Минус 3. Пугна. БКБ. Типа аут. Ну вот как-то так. Башки, башки. Не прокают. Ну Тауэр-то остался на 94 хп. Можно еще птицы за счет. Мне кажется, что птицы будут летать еще здесь. Нет. Птица одна. Может она пойдет еще за Тауэром? Сто урона-то есть. Давай, птичка. Давай. Давай, птица. Берем. Нет, не пойдет. Ну там все равно ничего не регенится, поэтому не страшно. Ну вот так вот зашли. Да, отчасти суицидом, но убили почти Тауэр. Так, Пугна. 3-400 на руках. Да, она сейчас вышла в замесе. Она там что-то даже получила кита-асисты. 6-1 того Пугна в целом. Брюна с Шивой. Но айтемов, конечно, побольше у Пингви. И по деньгам они отыгрываются. Отыгрываются с 5 тысяч до 2. По опыту с 7500 до 4. Да, очень много отыгрывают, ребята. По счету уже разница не такая большая. И вот кажется, что скоро-скоро, совсем-совсем, команда Пингви пойдет и запушит там сторону, например. Почему нет? Либо там на ботами стоит Тауэр. Это тоже папки. Это косарь какой-нибудь дастся. Нормально, по-моему. Какой-нибудь косарь. Вот это я говорю. Ну вот он, Гиперстоун. Вот он. Что там еще-то летело? Бродсворд. Это будет, скорее всего, Кристаллист. Ну и Войт. Вообще становится какой-то машиной. Для убийц. 19 уровень. Купол. Долгий. Все замакшено. Ну и... Мы видели, что если Рамза ставит хороший купол, то беда. Это для команды ВИС. Ничего не делать. Что делать им? Не знаю. Ни я, ни сами ребята. Ну что, ребята, попытаются еще раз попушить. 2000 есть у Рейзера. БКБ. Гоним. Опять же, пытаются выформить себе Рефрешер. Пока что Персеверант. Хотя, может быть, это Ленин Сфер. Но я сомневаюсь. Рефрешер для Рейзера. Айтем такой самый адекватный. В данной, по крайней мере, игре. Что лучше одного ультимейта? Только два. Пушить проще. Ну и пойдут, ребята. Там есть все ультимейты. И у тех, и у других. И... Что же будет? Сейчас все зависит от Рамзеса. Как он купол поставит. Но, в общем, доктор просто будет стоять. И готовится поставить свой дезаварт. Вот ему лайт. Винга, как понимаю, уже гема не имеет. Да-да-да. И купол. Купол нужно ставить. Брю. Клэпает. Брю. Кекс ловит. Ой-ой-ой. Проблема этого Брюмастера. Брюмастер умирает. Брю без Байбека. Бой. Моментально сбривает пугно. Минус пугно. Проблема у нас в Винге. Винга также умирает. Ну вот он тебе бой. Там, правда, Бристлбек творит какие-то чудеса. Начинает просто всех наваливать. Бой тут... Интересно, а Войт творит? Ну где-то просто еще будут минус бараки. Просто на ровном месте. Я не понимаю, что происходит. Войт побежал. Я не могу понять, куда, и за кем, и зачем. Куда бежал Войт? Объясните. Куда он бежал? Вот он увидел руну баунти. Типа, баунти-рун. 50 голды. То, что надо. В итоге ребята теряют сторону. Делают байбеки. Это отличный размин по бабкам. Там тоже все прекрасно. И еще Razor Refresher. Ой-ой-ой. Просто качели какие-то сумасшедшие. Это для меня. Мне пишут, что какая-то из команд часов находится даже в клубе. Вместе ребята сидят. Но это, конечно, тоже решает. Я не знаю. Пусть это будет команда Miss. Я вот не знаю. Но я представляю, что атмосфера в клубе, когда там сидишь, когда там чувствуешь все эмоции своих игроков. Смолганг, Рейзер, Купол, Рейзер, Мистик Флэр, Шива. Все, летит. Ну и Рейзер без байбека. Рейзер не имеет байбека. Ну и что будут делать, ребята? Там есть 60 секунд. Есть 60 секунд. Можно попробовать распушить как минимум мид. Попытаться. Хотя там и Бристалл, Хеллбард, Гием, Плэйт Мэйл. Собирай тебе Керасу. Не Йолэйн, а ботами пушится. Но я думаю, за это время можно успеть. Млайт. Шедл Стейк Ас. Ну и что? Ну такой вот млайт интересный. Достаточно хорошая задумка от команды Пингвинс. Я только, конечно, не видел реализации млайта. Никакой называется. Стрела мимо. Здесь идет Гилл Вилл. Ловит Маледик. Ловит Гаски. Прыгает у нас Бримастер. Воит. Через БКБ начинает набиливать Женечек, Женечек. Свап. Женчик живет. Тут проблемы тоже. Воит на ЛОХП. Воит, Воит, Воит. Живет пока что. Там Тауэр начинает бить. Тайболк надо делать отсюда. Допивает Бристалл Бека. Бристалл Бек теряет гем. Сразу Курир его забирает. Пугна бегает. Пугна у нас, как понимая, была. Без Байбека. Да, просто Хекс. Арк. Арк. Проводит. Канкассив. Канкассив, шо ты там запилить? Ну нет, у нас Скаймаг здесь рядом. Проблема. Есть арка. Ну вот он с ЛОСАМШНО залетает. Минус. Прю. Ну и так же подпуши, ребята. Ну вот было, опять же, Скаймаг. Там Мистик Флэйр и Канкассива были. Все. Вот что я сказала. Его-то и не было. Есть купол. 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 Хорошо. Женечка. Сберить Дезвар. Проблема также у нас без равнина с визаж. Это будет у меня страна. Ну ты смотришь, что там творится. А вот здесь творится. Там вот такой вот. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Дестроюзер пришел и говорит, ну давайте. На тебе два ультимейта. Надо лететь. Батрайвела бы какие-то были бы. Трайвелов нету. Вот два ультимейта никуда уходят. Да, тут, конечно, скрипуково моментально падает. Но два ультимейта никуда вошло, к сожалению. Да, убил там. Ты скаймагович, доктор, но это саппорт. Вот жив. Вот тут отпушил. Все. Есть Рошанчик. Но тут тоже ультимейт. А у тебя нет? Ультимейта предъявить, что Рошану сложно будет. Да и одному тем более. Чего отсюда? ВКБ замес какой-то? Мирана бьется. Ой-ой-ой. Как же Войт тут лупасит. Вот эта бинга называется сделала слаб. Рейзер. Рейзер. Рейзера. Убить было бы вообще. Дяночная команда. Пингвин. Вижен дается. Ну и проблема у Рейзера. Рейзер у нас байбека не имеет. 80 секунд. Проблемы также у Мирана. Мирана. Лип через пару секунд. Больно очень бьют фамильяры. Лип. Одна. Ну и вот здесь Лип. Липается отсюда. Войт на базе уже давно. Ну и у Мирана до конца. До конца. За Мирана и погоня. Барабанов уже нет. Но Мирана тут походу уже отлетает. Да. Пошел слоу. 240. И птички даже не дотыкивают. Тут Бриселбек просто заспреил. Бриселбек у нас почти готовая. Кираса. Притом он как понимаю был еще с байбека. О нет. Байбека у нас только был Вич Донкер. Хочетников байбеков то и не было оказывается. Я думал что тут байбеков оказалось очень много. Но не тут то было. Форстафуская мага. Ну неплохой айтем. Понятно что уж опознаватый. Но не суть. Пугана с Хексом. Давно тут бегает. Хекс кстати очень помогает. Там видели как Бримахер прыгнул и получил Хекс. Бойт из купол. Ставится моментально на пугну. Айги забивают. ПКБ. Бойт. Ну куда Бойт бежит? Я не могу понять. Вот Айз выберет. Пугна. Депаут просто делает. Бойт. Пытается Зер ловит. Зер умирает. Но Бойт правда тут асапорт столько времени тратит. Вот убить Бристалбека бы. Убить бы там. Ну да. Бристалбека просто убить. Все. Поговоришься придется идти на бот. Матпушивать. То есть никого там. Ничего вы не заработали. Постойте. Рейзер уже жив. Рейзер. В роли догоняющего. Это и понятно. Какой-то Войт. Войт который там наклепал один из фрагов. И всего три раза погиб. Да и всего у него в сумме 22 фрага там. У нас один сасистов. Нормально. Такой Войт. Боевой. Который не фармит. Там в лесу воюет. Постоянно воюет. И пытается что-то сделать. Брю. 1400. Безогонимо. Брюмастер. Притом без аркан. Без ПТ. Без трэблов. Чего-то. Вот такой вот. Он. Ну не знаю. На пул сейчас конечно уже проблем нет. Там как бы есть Шива. А Шива дает очень много маны. Но все равно ботинок штука прикольная. Может стоит рассказать Брюмастеру. Наличеного. Ботинок все же помогает. Ну что. Немножко решили ребята пофармить. Там и потом нужно отпушить. Стоит-то бедный скаймак. Вот пришла Мирана. Мирана здесь вообще если честно не чувствуется в этой игре. Хотя там она бьет тоже. Достаточно больно. С Мжалниром. С БКБ. И фармить себе еще. Как понимаю. Какой-то Кристалис. А Войт уже с Доедаусом. Да-да-даусом. Доедаусом. На Доедаусом. Для команды ВИЗ. Потому что эта штука будет бить очень больно. Наедалась еще тот. Ну и 30-33. 1-1. Счет в играх. Этот матч. И эта игра в этом матче решает все. И Аганимович Доктора. Вот у товарища Аганим. Вот у Мулайт. И вот сейчас если купол ставится хороший. Это будет минус. Те кто ставит в куполе. Под Дезвардом шансов нет никаких. Так. Сделаем эту камеру. Войт. Купол. Ой какой хороший купол. Дезвард. Пошел. Минус 3. Минус 4. Минус 5. Ну. Вы слышали меня. Да. Вот она. Красота. Красота. Байбека. Нету Бриселбека в Винге. Остальных есть. Покупаться будут все. У кого он есть. Потому что ребята пойдут дальше. Ребята будут пушить. Притом даже с байбеками. Там шансов будет немного. Рейзер прожал все что можно. У Рейзера нет ультимейта. У Рейзера нету рефреша. У Рейзера нету Блэкинбара. Еще было и прожато все. Понимаете. Кримс города нету. Есть только Хеллбарт. Ребята пойдут до конца. Товар пушит. Сразу пошли байбеки. Понятно. Ну а что ты будешь с этим байбеками делать? Клифф прожат непонятный. Стоится пауза. И три байбека. Три бойбека. Бойбека. Прямо от слова бой. Как вам? Там пинку и тадову, ребят. Ну давайте подождем. По графикам там сразу три косаря. И уже пингвины врываются вперед. Но сейчас с пингвином будет достаточно сложно эту игру проиграть. Что творится в чате? Объясните. Я просто не понимаю. Ребят. Что это? Давайте пару сообщений о том, что это происходит. Чтоб я понял конкретно. А то я смотрю и иногда думаю, может это я что-то не понимаю. В Китае женщины прямо в буткемпах игрокам еду готовят. Буткемпы это прикольно. Да. Женщины прям такие настоящие поварихи. А там сыр что ли валяется, написали? А где сыр? А где сыр? Сыр же вроде бы не было, нет? Или потом съели уже? Кто-то его наверное скушал. А может кто-то продал? Не знаю, что на байбек хватило. 66 человек смотрит нас уже в 12 часов по Москве. Всем привет. Всем доброй ночи. У нас уже развязка идет от этой игры. Хотя сказать, что пинглины победили сказать сложно. Вроде готово, ребята. И пишут гоу. Ну что? Три байбека. Решат ли они? Начинают рейзер высасывать. Там пивко пошло. Высасал нормально. 56 дэмэджа. Но хотя три байбека. А что не отойти-то? Отпушить лейны. Там войт попел, сделал депаут. Не получилось. Войт без депаута. Войт. Таймволк. Еще во форстафик один пуг не прописать. Может быть, я кто-то успел отдать. Там еще ему пошел. Ну вот такие три байбека. Очень много потеряно. Очень много денег. Теперь этих байбеков нет. То есть, если еще раз ставится такой жукопл плюс дезаварт от Вичдоктора, это КГВП. Это КГВП. Там шансов не будет. Ну вот. Понимаете, там появился этот агоним, и он через 20 секунд был использован. Использован, и... Выяснилось, что произошло. Даблкил от Войда. Ну, от Вичдоктора и триплкил от Войда. Так вот все достаточно быстро. Моментально. И главное, красиво. Травлавый, да. Ну все, Войд, по сути, там остается купить один item. Это может быть какой-то манкинг-бар. Не знаю, может быть, какой-то вообще керас, кубок-кубок. Ну так, тут уже вариантов-то много. А может быть, башер? Нет, я шучу, конечно. Башер тут не будет покупать. Ты скажешь, комментатор не знает, что башер тут не работает. Ой, какой опасный. Это Рамзес на крипа-крип. Такой прям боевое. Ха, оаа. Ладно. Ладно, ладно, я тут уже 46 минута. Китайская дота, я тут уже наркоманит начинаю по полной. Ну что, есть мы лайтик. Два старого уровня, вводят с куполом. Все ультимейты имеются. Рейзер, как понимает, тоже имеет ультимейтер. Брашер. 34 секунды и на ботами творится беда. Нужно лететь, потому что сейвить. Я тут прям чуть не проговорился. Не сказал плохое слово. А то меня бы уволили бы. А так и не сказал. Все. Ну, тут по-другому нельзя сказать, что происходит. Так, Рошанчик держит там. А Рошан еще через 100 лет появится. Тут надо будет ждать его 4 игры. Я думаю... Хотя, вот, зная вот эту игру, тут я думаю, мы еще Рошан 4 увидим. Нормально, нормально. Так что, я считаю, что войду еще нужно слотов 5 взять. В курьерчика, положить рефрешер. Положить некры там, например. Почему нет? То есть, смотрите. Ставит купол, курьер приведет некры. Там плюс манту можно и иллюзии создать. Это все делается. Снова назад. В курьера забрать там БКБ тревела и воебать. Вот это, вот это называется микроконтроль. А? Вот кто так сделает? Сразу. Во время купола. Все переложить. Заюзать. Назад вернуть. Еще при этом бить. Фокусить нам нужно соперника. Рошана-то нету. Стрела полетела. Рошанчик-то нету. Что-то они, ребята, по таймингу вообще. Немножко попутали. Все. Здесь у нас птички стоят. Птички готовы летать, убивать. Тавар. Ну, три птички. Это, конечно, не вся команда. И сложно. Вот Рейзер у нас с гемом. Купился Blackmail. Выходит, скорее всего, какую-то Кираску. Все понятно. Хотя, Кирас это есть. Наверное, это все будет не Кирас. А Шивы, например. С рефрешем-то почему нет? Рошана нет. Рошана нет. Прямо таким, знаете, черным на сером. Отписано, Рошан нет. Здесь у нас птицы решили пофидонить Вайдам. Вот, 4600. Оставляет, конечно, себе байбэк. В случае чего сразу прилетит. И продолжит замес. Так что вот в этом-то и проблема. Вы-то можете Вайда убить. Он прилетает назад. Снова делает минус 5. И это ГГВП. Вот очень крутая штука. Ну вот, что творится с Пугной. И Пугной тут еще чуть-чуть отвалилась, понимаете? Там уже БКБ действует всего 5 секунд. Его не обновить. С ним ничего не поделать. А тут пытается цеплять Бриселбек. И Бриселбеку сложно. Кримсон Гард прожат. Был. А нет, там же куда больше нет. Видимо, ранее прожало. Когда я вот что-то ее не заметил. Что-то я ее завтыкал. Когда там был Кримсон Гард. Че-то тут за Бримастер гонит. Или не гонит. Не могу понять. Перекупить Бримастера можно. А что он тут наделал-то? Я не заметил. Или там вроде никаких чудес не проявлял. Че-то такого плохого не показывал. Ладно, Моллайт. Снова Моллайт. Достаточно интересные. А зачем? А зачем онлайт? Просто что-то там коллдавн 90 секунд. 100 секунд. С коллдавн там большой. Просто Моллайт какие-то странные проживают. А Рошана нет еще. Еще птицы так гениально летают. Посмотрите. Все так. Чтоб не палиться, что они на Рошане стоят. Вич-доктора. А что Вич-доктора еще покупать? У нее есть... Ему рефрешер не надо. Там ультимей действует миллиард секунд. Там ультимей действует просто. Очень долго. И рефрешер бесполезно собирать. Только если что-то вроде Вейл оф Дисгард. Хотя там, по-моему, там же физический дэмаж. Да. Тогда... Не знаю. Тогда можно... Трвеласе купить. Вот таким. Просто быть королем. Гостом какой-то купить. Ну, не знаю. В результате смаки ребята пойдут. Все есть. Все есть. Войд 5200. Войд у нас со своим... Золотым куполочком. Ну, надеюсь, он будет все-таки не золотой, а прям... Действительно... Таким синенькой хроносферой. И все получится. Рошана-то, по сути... И не нужно пингвином забирать. Но если... Ой-ой-ой. Ловят здесь пингун. Клэп. Отлично. Программ спит пошел. Вырыгает Войд. Хорошо. Купол по троим здесь. Дезвард не ставит. Ну, вот он ставится Дезвард. Это минус раз. Это минус два. Это минус три. Нету байбэка. Остается... Бристаллбэк. Остается Рейзер. Проблема здесь у... Модена. Моден. Моден. До конца. Но Войд. Войд, тут без шанса. Понимаете, Кримсон Гард. Не Кримсон Гард. Минус. Рейзер, но это ГГ. А Войд укупается... А, нет. Мирана укупается в этаже.